48 пешеходов погибло в прошлом году, из них половина на пешеходных переходах. В этом году статистика неутешительна. За первый квартал жертвами ДТП стали 11 человек. Причины трагедии в основном одинаковы. Невнимательность пешеходов и водителей, не оборудованные знаками и разметкой переходы. Между тем, в прошлом году в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения» город получил 70 миллионов рублей. Благодаря тому, что много было сделано в предыдущем году, ну и, в общем-то, средства были выделены весьма немалые. Мы разметку сделали термопластиком, который гарантийный срок использования не менее одного года. Сколько средств в столице Привожье получит в этом году, пока неизвестно. Городские власти выделили 10 миллионов рублей на подготовку дорожного Нижнего к майским праздникам. Это и обновление разметки и установка светофоров. По знакам у нас есть договор с подрядчиком годовой, это по обслуживанию. Плюс на замену знаков, на установку новых знаков выделены еще 3 миллиона рублей. Мы сейчас готовим конкурсные процедуры, будем это делать. Между тем, еще одна причина гибели пешеходов – невнимательность и плохая квалификация водителей общественного транспорта. Чтобы эту проблему ликвидировать, кроме водительского удостоверения с указанной категорией, шофер должен будет иметь специальное разрешение. В первую очередь, это будет прохождение специальных профессиональных курсов, которые будут определять, правопригоден данный водитель для работы именно с пассажирами. Есть водитель, который получил категорию. Он действительно хороший водитель, наверное, но он непригоден для работы с пассажирами. К сожалению, такое очень часто встречается. Предполагается, что проводить курсы будет Нижегородский центр профподготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова